Мы вели большую подготовку с тем, чтобы вовремя, без четверти шесть, начать телевизионную передачу. Первое помещение АСТВ – это две комнаты в 30 квадратных метрах, откуда на весь город вещал голос, говорит и показывает Баку. Так началась самая первая телевизионная трансляция в Азербайджане. Первые дни телевидения, во-первых, студии еще не было. Была одна маленькая, 14 квадратных метров, студия. Аппаратура была, еще всего, для программ кино и для дикторской. Именно в этот день, 14 февраля 1956 года, вышла в эфир Бакинская телевизионная студия. Первое телевидение на Востоке было запущено в нашей стране. Первых работников ТВ можно было сосчитать по пальцам руки. Оно развивалось и постепенно завоевывало популярность среди населения, росло и готовило профессионалов. Основа этого развития связана с именем общенационального лидера Кейдара Алиева. С заботой великого лидера, назвавшего азербайджанское телевидение национальным достоянием народа, оно достигло нынешнего этапа развития. Азербайджанское телевидение национальном достоянии, Азербайджанское телевидение национальном достоянии, Телевидение стало своеобразным местом, из стен которого выходили корифеи. Сердечно поздравляю всех своих коллег, всех, кто работает на телевидении и телезрителе с этим праздником, потому что сегодня праздник наших телезрителей. Я пришла на азербайджанское телевидение в далеком 1966 году и по тей день продолжаю работать в этом родном месте. Как и все мои коллеги, поздравляю азербайджанское телевидение 67-летием. Я пришла на телевидение, когда ему было 16 лет. За период своей деятельности я сняла много фильмов и передач. Я работаю здесь 50 лет и очень рад, что выбрал именно эту профессию. Для всех нас в телевидении родной дом. Большую часть своей трудовой деятельности я провела на азербайджанском телевидении. Более 17 лет я работала, была на виду, как ведущей была и как журналист работала. Сегодня я остаюсь за кадром, но я думаю, что наши зрители узнают меня по голосу. Наше родное телевидение развивается последние 4 года. Оно теперь вещает в HD-формате. Конечно, нас, как молодое поколение, как журналистов, это радует. Но мы можем с полной уверенностью сказать, что азербайджанское телевидение уже заявляет о семьяно-международных аренах. Это действительно большой прогресс, большая работа, которая ведется в этом направлении. Продолжается подготовка новых квалифицированных кадров. Мы уже видим результаты сотрудничества в синтезе молодых кадров с опытными журналистами. Поздравляю всех моих коллег, кто посвятил свою жизнь журналистике. Телевидение – это источник событий, источник информации, источник, я бы сказала, радости. Источник всего хорошего и плохого, если учесть негативные новости бывают, конечно же. Ну, телевидение – это часть нашей жизни. Хочу поздравить всех своих коллег с телевидением. Я уже три года работаю в этой сфере. Счастлив, что занимаюсь своим любимым делом. Хорошо, что судьба свела меня с телевидением. Поздравляю всех моих коллег с прекрасным для нас праздником. Желаю вам успехов в этой трудной и ответственной работе. Сегодня доверие и симпатия зрителей к телевидению вышли на другой уровень. Оно с возрастом становится все более современным. Проходят годы, но волшебная коробка сохраняет свою загадочность и очарование. Профессионалы сложной и почетной профессии. С праздником вас! Федан Бусейнова, Багир Харимов, Куллин Геороманов, Геороман Мамедов. Новости АС-ТВ.